Доброе-доброе-доброе утро! Мы собираемся, знаете куда? На вокзал. Только почему-то я уже собрана, а вот этот ребенок, который сидит позади камеры, то она еще вообще не собрана, вещи лежат, она лежит с котом играется. Еле разбудила, говорю, давай поехали пораньше, чтобы не в такую жару, потому что сегодня на улице обещают 34 градуса, и уже жарко. И я просто себе не представляю, как это ехать в электричке. Полтора часа, пекло в жару. В общем, не прикольно. Но что? Я не пробовала собачьи зубы, так что, я не знаю. Котейка у нас просто ночная фурия какая-то. Как он не дает спать? Мам, сегодня я пытаюсь укусить. Ага. Он сегодня всю ночь лежал, меня за руку кусал. Просто лежал и кусал за руку. И вот так вот он лежал всю ночь, меня кусал. Под утро он только заснул. Это было часа, наверное, 4-5 утра, он только решил заснуть и рядышком лег и уснул. Так, Кирюшка, одевайся. Ой, Киру, Киру, не разбудись. Кира, одевайся. Не допроситься. Там уже завтрак подогрелся. Давай. Завтрак, 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 завтрак. Так, давай мне котейку, потому что ты будешь с ней очень долго. Нет, 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 мама. Видишь, тебя укусить хотела. Всё, ну тебя в бане. Кирюшка убежала с подругой в магазин. Не знаю зачем. В общем, говорит, мама, мне дома скучно. Побежали ещё что-то там, наверное, докупать и собирать подругу тоже, потому что она ещё не собрана. Ну а Кирюшка уже полностью готова. Всё, мы вчера её собрали. Единственное, она сейчас ещё придёт, возьмёт свою бананку, пауэрбанк, зарядку, наушники, телефон. И всё. И я отправляю ребёнка на отдых. Нет, я отправляю ребёнка и с ребёнком еду, а потом ещё буду сама возвращаться. Я, честно говоря, даже ещё ни разу не была в том месте, куда я сегодня её повезу. Хочется, конечно, мне ехать в этих электричках вообще, но... но надо. У меня ещё голова сегодня снова разболелась из-за погоды, снова из-за погоды, потому что вчера было прохладно, а сегодня уже жара невероятная. И завтра тоже, скорее всего, будет жарко. Сейчас я посмотрю по прогнозу погоды, какая будет завтра. Да, завтра 28, потом 23, 23, 24, 25. Как-то они так едут в такую погоду, что даже не покупаться нельзя. Я надеюсь, может быть, там теплее будет. Кто знает. Это... это сколько? Это 80 километров от Киева. Достаточно далеко. Да, достаточно далеко. Надеюсь, у них погода будет хорошая, они смогут покупаться, потому что и кругов набрали, и купальников набрали, и куча, куча, пол чемодана слаймов Кирюша набрала. Вернее, не слаймов, а ингредиентов для того, чтобы эти слаймы делать. Слаймер настоящий. У меня тут собака, одна спит. С другой стороны вторая спит. И вот там вот, видите, кто спрятался? Одни глаза торчат, и котейка спит. Мишанька, не трогай, не надо, не надо, Мишенька. Пусть отдыхает маленький. Мишань. Все, 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 спит, спит, спит. Кирюшка домой идет. А я забыла сказать, у нас сломался утюг. В общем, в любом случае, теперь мне нужен или пароотпариватель, или утюг. Привет. Кстати, я тебя не заплела. Ты такая и поедешь? Точно? Так, Дотя, очки взяла с собой? Я в них пойду. И ты не взяла ни пауэрбанк, ни зарядку. Твоя бананка, наверное, же на месте лежит. А ты вчера ее у Лизы не забыла? Где? В рюкзаке? Нет. Ну тогда я не знаю, я тоже ее нигде не видела. И сразу за слаймы. С Кирюшкой уже вышли. Идет она со своим чемоданом. Уезжает от мамы. И даже пока не говорит. Потому что она, как всегда, занята в телефоне. Мы с Кирюшкой уже на вокзале. Тырым. Кира первый раз в жизни будет ехать на электричке. У нее такое лицо, как будто она летит на вертолете. Да, Кирюшка? Сейчас вон тебя посадим на товарняк. И чух-чух-чух-чух-чух-чух. А что это? Это вот только то, что проехала. Видишь, какая ты незнайка. Это я тут все свое детство проездила в Арпень. На электричках. Именно здесь. Зайцем. Все, пошли. Все, в электричке. Девчонки сели за наушники. А я за телефон. Зачем я согласилась на эту интригу? Кира, ты мне не скажешь? Короче, я уже просто вареная. А мне еще обратно ехать в такой же вареной колбасе. И обратно мне ехать еще хуже. Потому что обратно еще больше будет жарче. Самый сам цепек. В электричке 354 окна. И не дует ни за одного. Приехали, да? Мы приехали. Фу, слава богу. Вернее, ты, Кира, приехала. Ты приехала. Мам, нормально? Нет, нет, нет. Давай, иди. Еще обратно его зарабатывать. Хорош у тебя отдохнуть. У тебя тут такая шикарная компания. Да. Как тебя зовут? Олег. Привет. Тебя? А мне же я. Привет. Все, Кирюшка, пока-пока. Хорошего тебе отдыха. Все. Кирюшка ушла. И у меня начинается отдых на целую неделю. Ну, вроде бы как на целую неделю. Я не знаю, сколько она пробудет здесь. Пока запланировали недельку. А там, в общем, будем смотреть. Но я больше без нее не выдержу, на самом деле. Это я сегодня такая клевая кричу. А, все, отдых. У меня каникулы начались. Через два дня я завою волком, где мой ребенок. Хочу, чтобы он срочно вернулся. Но тут, конечно, круто. Цивилизаций нет. Смотрите как. Это, по крайней мере, здесь только на перроне. Но там, говорят, тоже интернета нет. Есть только телевизор. Поэтому Кира себе накачала кучу фильмов. Буду теперь пополнять ей джейсановскую связь, чтобы у нее был интернет. Потому что вайфаевского и такого просто нет. Я говорю, Кира, это настоящий лагерь. Ты будешь здесь просто отдыхать и ничего не делать. Сейчас они идут домой, кушают и сразу же едут на пляж. А я, ребята, в путь-дорогу, да, обратно домой. Снова в электричке, снова в духотище. Дай бог мне хорошо добраться. Посмотрите, как мне повезло. Я еду перед дверь открытым тамбурой. Я надеюсь, это будет до конца поездки. Правда, стоять полтора часа, но я постою. Я уже добралась домой. Фу, это, конечно, была тяжелая поездка, потому что нереально жарко. Но мне единственное, что повезло в электричке, когда ехала обратно, то в тамбуре просто не закрывалась дверь, и я там стояла. Но я не доехала до Киева, я вышла в Ирпене, потому что все уже. У меня уже был полный аут. Я пошла, зашла к маме на работу и как раз зашла в магазин и купила... Купила, что я купила? В общем, как всегда, я купила для кота подстилку в туалет, потому что надо ему поменять. Ну, конечно же, корма. Что еще? Хлеба. Очень вкусный, гречаный. Хлеба просто нереально ароматный. И купила на ужин сосисок. А-а-а! И еще, конечно же, купила для крыски тоже корма. В общем, у меня корм только для животных покупается. И Китти здесь уже ждет, пока я его накормлю. Иди сюда. Иди сюда, давай. Кися. Киса, вот тут есть корм открытый. На, киса. Иди, иди, кушай. На-на-на-на-на, ешь. На-на-на, ешь. Ешь, 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 ешь. Проголодался. Да, долго меня не было. И ты проголодался. Приятного аппетита. Ну, а я сейчас пойду тоже убирать у кота. Ой, машинка что-то попрыгала. Убирать у кота, кормить животных. И пойду приму душ. Потому что нереально жарко. Я дома сделала марафет. Полностью все поубирала. У животных поубирала. В общем, чистота и порядок. А теперь иду за утюгом. Потому что, как вы знаете, да, у меня же сломался утюг. А теперь мне нужно купить новый. Обещал муж, но не купил. Печально. Иду сама. Представляете, ребята, пришла я в один магазин. Уже все выбрала себе утюг. Начала его покупать. Стою на кассе. И тут они мне говорят, извините, он не пробивается. Скорее всего, его нету в наличии. Его уже кто-то купил. Я еду в другой. Через весь город. Приезжаю туда, а там этого магазина уже нету. Я просто в шоке. Я еду уже просто никакая. У меня футболку хоть выжимай. На улице невероятная жара. Маршрутки все забиты. Короче, я без утюга. Поеду завтра в лавину искать там утюг. Там есть куча магазинов бытовой техники. Как оказалось, их очень сложно найти. Представляете, когда надо, то их вообще нет. В общем, я уже ничего не хочу. Хочу просто домой. Последний мой выход, это я иду уже с собаками гулять. И все, на сегодня мой день закончился. И, кстати, забыла рассказать. Я Кирюшке заказала чехол. Прикольный какой-то, светящийся, с пауэрбанком. В общем, что-то невероятное. Поэтому завтра я его пойду заберу с новой почты. Ну, а также завтра я все-таки поеду за утюгом. Хм, я надеюсь, что я завтра его куплю. Все, ребят, с собаками гуляю. И на сегодня всем вам что скажу? Пока-пока. До завтра.